Средняя школа имени Маншук-Маметовой в поселке Шимыр нуждается в капитальном ремонте. С такими жалобами обратились учителя образовательного учреждения к депутату Мажелиса парламента Республики Казахстан Гаухар Танашевой. Посетив учебное заведение и оценив состояние здания, народная избранница пообещала местным жителям принять участие в решении проблем и посодействовать в обновлении и восстановлении здания школы. Средняя школа имени Маншук-Маметовой построена в 1991 году. На данный момент здесь обучаются 515 учеников. По словам учителей, на сегодняшний день безопасность детей стала главной проблемой. Проходившаяся кровля стала причиной разрушения стен спортзала. А все из-за того, что во время дождей вода проникает внутрь здания. В плачевном состоянии находятся также двери и окна. Из-за больших щелей зимой здесь гуляют сквозняки, а потому во время отопительного сезона в помещениях не держится тепло. На сегодняшний день проектно-сметная документация прошла все экспертизы. На это было потрачено 22 миллиона тенге. Власти планируют провести обновление этой школы лишь через два года и выделить на эти цели 928 миллионов тенге. Однако я опасаюсь, что столько времени школа просто не выстоит. Дело в том, что ситуация очень плачевная. Так что было бы хорошо, если бы мы начали восстановление здания раньше. Можелесмена смотрела каждый кабинет образовательного учреждения и ознакомилась со сложившейся ситуацией. В планах народной избранницы поспособствовать скорейшему решению проблемы. Честно говоря, у меня болит сердце, потому что мы увидели, в каком состоянии спортзал. Пребывание детей в данном помещении очень опасно. Стены в любой момент могут рухнуть. Стены и потолок заплесневели. Все это может негативно отразиться на здоровье учащихся. Со своей стороны постараюсь посодействовать скорому решению проблемы, потому что школа действительно нуждается в срочном ремонте. В Вискидинском районе насчитывается 30 школ. Четырем из них требуется капитальный ремонт. Одна из которых – средняя школа имени Манжук-Маметовы. Проектно-сметная документация готова. Обновление запланировано на 2025 год. В свою очередь депутат намерен решить проблему в кратчайшие сроки. Айдана Кокен, Жаркан Шинтаев, Мадибай Бусынов, Телеканал Жетсу.